За природу горой Бобрусь готовится отпраздновать Всемирный день охраны окружающей среды. Напомнить о важном бережном отношении к природе. Кто стоит на страже чистоты и порядка? Грязный бизнес. Несовершеннолетний подросток продавал детское порно. Правоохранители продолжают устанавливать покупателей запрещенных файлов. Сколько стоит мораль? Извинения по футбольному. Спортсмены исправились перед болельщиками за последнее домашнее поражение. Когда следующий матч? А также тяга к знаниям, по новым правилам и опасная статистика. Ежегодно количество случаев рака в Беларуси прирастает на тысячу. В чем причина? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Переговоры с президентом Монголии в узком и расширенном составах, подписание договоров, договоренности о поставках белорусской техники, государственный визит Александра Лукашенко в Монголию получился насыщенным и продуктивным. В последний день белорусский лидер посетил загородный центр монгольской культуры. Здесь в честь приезда воссоздали программу ежегодного фестиваля «Надом» – праздника по поводу создания единой империи. Лидеры двух государств высадили сибирские ели, а также обменялись подарками. От синяокой два трактора, от азиатской страны – лошади. У обоих скакунов сразу же появились клички «Мир» и «Худкий». Александр Лукашенко в ответ на теплый прием пригласил коллегу в гости. Сразу после президент прибыл с рабочим визитом в Россию. Глава государства посещает Иркутскую область. Она расположена в Восточной Сибири. Регион называют «золотым звеном». Ничего святого, несовершеннолетний подросток занимался продажей детского порно. Для преступных деяний 17-летний студент столичного вуза создал и администрировал приватный телеграм-канал. Там он выкладывал запрещенные ролики из интернета, а после за деньги предоставлял желающим доступ. В настоящий момент правоохранители продолжают устанавливать покупателей запрещенных файлов. Нелегальным бизнесом подросток занимался на протяжении пяти месяцев. Возбуждено уголовное дело. Банковские трудности, гостеприимная республика и жажда знаний. Белорусские колледжи примут более 27 тысяч абитуриентов. Какие профессии актуальны в сезоне 20-24? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси некоторые плательщики налогов на профдоход не смогут работать с юрлицами. Изменения затронули производство одежды и обуви, ремонт, восстановление мебели и ее сборку, клининговые услуги для жилых помещений, штукатурные, малярные, стекольные работы, курьерскую деятельность. До 1 июля, напомним, стране должны определиться со списком разрешенных видов деятельности ДАИП, самозанятых и ремесленников. В 2024-м белорусские колледжи примут на уровень профессионально-технического образования более 27 тысяч абитуриентов. По информации Минобра, все они будут обеспечены первой работой. Заявки от предприятий распределены на все места. Стартует вступительная кампания с 15 июня. Прием ведут 157 СУЗов. Ежегодно количество случаев рака в Беларуси прирастает на тысячу. У женщин по заболеваемости на первом месте опухоль молочной железы, у мужчин – предстательной. В республике созданы необходимые условия для своевременного обнаружения заболевания. Специалисты отмечают, прекрасный пол чаще проходит скрининговые обследования. Ночью 5 июня в Беларуси могут не работать банковские карты. Временные трудности возникнут из-за технологических работ на сетевом оборудовании процессингового центра. В промежутках с 2 до 4 утра возможны кратковременные перерывы в обслуживании по обеспечению дополнительной аутентификации при проведении операций в интернете. С января 2024 без виза воспользовались более 91 тысячи граждан ЕС, среди которых больше половины – литовцы, свыше 22 тысячи латвийцев и без малого 20 тысяч поляков. За все время Беларусь посетила под миллион иностранцев. Государственный пограничный комитет напоминает – безвизовый режим продлен до конца года. Время отдыхать. В Международный день защиты детей стартовал традиционный волонтерский проект по организации занятости детей и молодежи во время каникул «Планета лета». Настоящий праздник развернулся 1 июня в Молодежном парке. Концерт, тематические площадки, интеллектуальные игры. Каждый мог побывать в роли настоящего сотрудника департамента охраны, спасателя, научиться оказывать первую медицинскую помощь. Пошел сюда, тематические площадки, все очень весело, хорошо, чисто, прикольно. Мне здесь очень нравится, тут можно погулять, заработать шарики, порисовать, поиграться в шахматы. Ну тут очень классно. Очень все нравится, сегодня первый день лета и пришли посетить тематические площадки, посмотреть выступления наших бобруйских детских коллективов, послушали замечательное выступление, посмотрели, как детки танцуют. Сейчас вот пойдем дальше смотреть развлечения различные. Огромное спасибо. Вторая локация – Центр дополнительного образования детей и молодежи. Здесь развернулась развлекательная программа. Необычная игра в шашки заинтересовала даже взрослых. Выставка животных дарила детям неподкупные эмоции. Программа проекта насыщенная и разнообразная. Информацию о площадках, а их семь, можно найти на сайте управления по образованию горисполкома. Бобруйск вошел в топ самых благоустроенных городов Беларуси. Огромный вклад в получение громкого звания внесла городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. Экологическая милиция ежедневно трудится, не покладая рук для сохранения зеленой составляющей. Об эко-вопросах и полезных привычках Юлия Вернер. Сотрудники инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды на чеку. Несмотря на раннее утро, стрелка часов указывает на 10, нарушители не дремлют. Объект тщательной проверки – любимая горожанами Березина. Однако не все осознанно подходят к отдыху. Замеряем в вашем присутствии. Неправильно припаркованный автомобиль и на руках провинившегося письменное предупреждение. По закону оставлять транспорт возле воды разрешено не ближе, чем на 30 метров. К слову, только за пять месяцев текущего года совершено порядка 900 различных нарушений на сумму штрафов свыше 50 тысяч рублей. При повторном выявлении правонарушения лицо привлекается к административной ответственности с наложением штрафных санкций в размере до 10 базовых величин. Еще один актуальный вопрос на контроле – правильная утилизация мусора. К экологическому марафону Беларусь присоединилась ровно 20 лет назад, в 2004-м. Бумага, пластик, стекло, металл – каждому виду отдельный бак. Около 50% жителей республики вовлечены в процесс. В Бобруйске в 2013-м была создана специальная площадка для раздельного сбора вторичных бытовых отходов. Я считаю, это очень правильная идея. Отдельно мусор, отдельно бутылки пластиковые, отдельно стекло. Это безопасность, это чистота. Сейчас много делают корзинки, к примеру, из газет, коврики из старых вещей. Почему нет? Очень сейчас модно и стильно это все вписывается в интерьеры. Если честно, не всегда, но стараюсь. По крайней мере, пластик такой прям жесткий пластик. Конечно же, я за чистый город, за экологию. Мы должны жить в чистоте, в красоте, чтобы быть здоровыми и счастливыми. В связке с экологической милицией работают и неравнодушные граждане. Общественные объединения активно пропагандируют зеленые привычки. На самом деле, очень приятно, когда нас поддерживают именно люди нашего города. Тогда, наверное, это нами и движет. Полезные акции, мастер-классы и советы. Благодаря деятельности небезразличных к вопросам охраны природы, Бобруйск изо дня в день становится чище. В преддверии праздника, который будет 5 июня, это Всемирный день охраны окружающей среды, хотелось бы в очередной раз обратиться к жителям города, страны, напомнить о важном бережном отношении к природе, потому что все мы видим, все мы замечаем, что окружающая среда, она меняется. Поэтому, в том числе, важной задачей нашей инспекции и в целом Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды является контроль за соблюдением тех требований, которые направлены на то, чтобы эту окружающую среду сберечь. Чисто там, где не мусорят. Бобруйску с уверенностью можно дать звание «зеленого города». Заслуга за чистоту и порядок в том числе лежит на плечах сотрудников инспекции природных ресурсов и неравнодушных жителях. В силах каждого поддерживать порядок и по возможности улучшать место, в котором живем. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Пять безответных в минувшее воскресенье Белшина приняла на своем поле гостей из Баранович. После обидного поражения Ниве двухнедельной давности «Спартак» явно ждал от своих любимцев реабилитации. Желая исправиться, на игру футболисты вышли заряженными. Штрафная соперника была атакована с первых минут, а опасность со стороны Баранович была практически полностью ликвидирована. Игровой счет был открыт уже на десятой минуте и после мяч неоднократно попадал в сетку ворот гостей. Дублем отметился Дмитрий Денисенко, по одному забили Владислав Солонович и Владислав Кабачевский, а также вышедший на замену Валерий Потороча. 5-0 и заслуженная победа хозяев. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»